Время будет возможность ответить на вопросы. Если таковыми будут у экспертов, они могут отсутствовать. И пускай для вас это ничего не значит. Возможно, экспертам всё понятно и не требуется никаких уточнений. Последний инструктаж и слова на путстве, чтобы немного успокоить участников международной премии «Мы вместе». Этап хоть и региональный, но не менее ответственный. От того, насколько уверенно будут держаться спикеры во время дистанционной защиты проектов, зависит, дойдут ли они до финала. Выступление по видеоконференц-связи оценивают три эксперта из Фонда президентских грантов и Федерального агентства по делам молодёжи. К участию в конкурсе от Пензенской области допустили 56 идей, которые уже реализованы. Это главный критерий отбора. Уже сейчас у нас создано шесть домов разного формата сопровожданного проживания, 60 постоянно проживающих резидентов и студентов. Созданы семь социальных предпринимательских площадок для трудоустройства молодых людей с инвалидностью. И уже более 200 людей из других регионов страны приехали перенять наш опыт. Проект добровольцев из Заречного призван дарить радость и хорошее настроение в преддверии Нового года тем, кто по разным причинам не может отпраздновать его в кругу семьи или посетить массовые торжества в своём городе. Его назвали «Чудо в каждый дом» и впервые реализовали в 2020 году, в самый разгар пандемии. Мы с ребятами придумали интересную историю о волшебном снеговике-талисмане, который помогает людям выздороветь и создаёт позитивное настроение. Было собрано тысячи снеговиков, очень много подарков, которые мы передали и пациентам больницы города Заречного, и областной детской больницы имени Филатова, онкологического центра. Вот в этом году ещё больница Ким у нас присоединилась. Мы проводили небольшие уличные представления на больничных территориях, уличные территории больницы, и во дворах домов, где живут дети, больные дети. И они из окна могли наблюдать представления новогодние. Проект «Чудо в каждый дом» уже вышел за рамки закрытого города. Сейчас в нём участвуют 32 территории от Ленинградской области до Сахалина, а также два региона Турции. Добровольцы из Заречного надеются, что участие в международной премии «Мы вместе» ещё больше расширит его географию. Победители регионального этапа выйдут в полуфинал конкурса, где им вновь предстоит защищать свои идеи, а также выполнять специальное задание. Лучшие инициативы определятся в результате народного голосования. Победители в различных номинациях удостоятся грантов, максимальный размер которых – 3,5 миллиона рублей.